В ростлевых учебных заведениях на неделе отметили День знаний. 1 сентября торжественные линейки, первые пары и праздничные концерты прошли по всей стране от Владивостока до Калининграда. Тысячи первокурсников заняли свои места в аудиториях, чтобы уже через несколько лет пополнить ряды профессионалов транспортной отрасли. А тех, для кого железная дорога не просто способ передвижения, а возможность реализовать профессиональные амбиции, в сюжете Сергея Максимова. В большой железнодорожной семье пополнение. В этом году более 8 тысяч вчерашних школьников получили студенческие билеты Российского университета транспорта. Впереди 5 увлекательных лет учебы, новых знакомств и диплом в качестве билета во взрослую жизнь. В списке самых востребованных специальностей вуза в этом году эксплуатация железных дорог. Заявления на обучение по этому направлению подали свыше 2000 человек. Также в топе информационная безопасность, технология транспортных процессов, строительство. Чтобы удовлетворить спрос, в главном транспортном вузе страны увеличили количество бюджетных мест. Я была в середине списка, поэтому сильной конкуренции я не ожидала, но я все равно переживала. То, что вдруг очень много народа сразу волной подадут документы, и я уже не попаду. По традиции вчерашних школьников со сцены поздравили почетные гости мероприятия. Каждый из них отметил, что молодежь – это будущее транспортного сектора, способное генерировать новые идеи и развивать экономику страны. Транспортная отрасль играет важнейшую роль в экономике нашей колоссальной по размерам страны. Именно поэтому вам потом, уже как выпускникам, предстоит формировать не просто облик транспортной отрасли, но и облик всей Российской Федерации. Поэтому уйдитесь достойно, станьте востребованными специалистами, станьте победителями. Успеха добивается тот, кто настойчиво ставит цели, шагает вперед к знанию. Я бы очень хотел пожелать вам, прежде всего, творческих побед, удачи, чтобы мечты сбывались. Владислав Юников из Волгограда связать жизнь с железными дорогами мечтал с детства. Интерес к стальным магистралям молодой человек подчеркивает даже с помощью необычных деталей гардероба. На линейку в честь Дня знаний надел любимый значок с грузовым электровозом ВЛ-80. Всего у меня в коллекции около 15 значков, в том числе естественные железнодорожные. Это логотип российских железных дорог, несколько паровозов, несколько электровозов, тепловозов. В Российский университет транспорта Владислав поступил по целевому направлению. Получил его на конкурсе «Большая перемена» из рук заместителя генерального директора РЖД Дмитрия Пегова. Мы поговорили с ним несколько минут, он подсказал мне, как дальше действовать, в каком направлении развиваться. Вручил мне памятный подарок, а именно книга с личной подписью. И эту книгу я привез сюда, в Москву, и она будет стоять у меня на самом видном месте. Ценность личного общения с представителями холдинга оценили и первокурсники Ярославского филиала Петербургского университета путей сообщения. Первые пары после торжественной линейки здесь провели начальники дирекции Северной магистрали. Они познакомили студентов с особенностями обучения и рассказали о перспективах, которые дает высшее образование в сфере транспорта. Взаимодействие с российскими железными дорогами вообще, как с компанией и с Северной железной дорогой в частности, это залог наших успехов и залог того, что в будущем наши студенты будут не только востребованы, но и смогут без какой-то адаптации сразу же со студенческой скамьи стать настоящими мастерами своего дела, профессионалами. Уже более 120 лет Саратовский техникум железнодорожного транспорта готовит специалистов шести отделений. В этом году на торжественной линейке в День знаний не только приветствовали первокурсников, но и чествовали студентов, которые ведут активную социальную работу. Они получили именные стипендии. Награды нашли своих героев и в Чите. Лучшим студентом Забайкальского института железнодорожного транспорта начальник ЗАБЖД вручил свидетельство о назначении стипендий генерального директора холдинга РЖД. Я хочу, чтобы вы гордились своим вузом. Вам есть чем гордиться. И те предшественники, которые были впереди вас, достигнув больших высот, являются наглядным примером для вас реализации будущих амбициозных планов. Но главным подарком от РЖД для всех, без исключения студентов института, стала новая спортивная площадка «Трансформер». Летом здесь можно играть в футбол, а зимой гонять шайбу в хоккее. Благодаря тому, что сейчас построили, у большинства молодежи, именно как из Забайкальского института железнодорожного транспорта, так и у молодежи с района, техникума, есть очень большая возможность заниматься более профессиональным спортом. Лично поздравить студентов Уральского госуниверситета путей сообщения с началом учебного года приехал первый заместитель гендиректора РЖД Сергей Павлов. Он поучаствовал в торжественной церемонии открытия мемориальной доски выпускнику вуза и министру путей сообщения СССР Леониду Матюхину. Мероприятию не помешала даже капризная уральская погода. Праздничные линейки по случаю Дня знаний прошли не только в вузах, но и в ведомственных лицеях. А в Кирове 1 сентября случился двойной праздник – сам День знаний и открытие инженерно-железнодорожного лицея, где дети с пятого класса будут осваивать отраслевые профессии. И сегодня вот со своей командой, руководителей предприятий спешим поздравить, пожелать успехов всем, родителям терпения, дружелюбия, любви. Цените своих деток, они покажут очень хорошие результаты, я в этом уверен. Ну, а мы с коллективом педагогов инженерно-железнодорожного лицея будем в этом помогать. Начало нового учебного года – это жизнь с чистого листа. Какое продолжение она получит, зависит от каждого ученика и студента. Но в железнодорожных образовательных учреждениях сделали все, чтобы старт в профессии был легким и продуктивным. Сергей Максимов, Юрий Ларионов, РЖД-ТВ, Ярославль, Читай, Екатеринбург, Саратов, Москва.